Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Это быстрый обзор. Мы проверяем, что происходит с биткоином. Четырехчасовой таймфрейм. Мы ушли ниже сетки EMA Ribbon. После дампа, смотрите, мы оказались под сеткой EMA Ribbon и уже второй раз тестируем ее сейчас уже в качестве сопротивления, друзья. Также в то время как сетка разворачивается уже в медвежью сторону. То есть сейчас в моменте выглядит все очень шартово, если биткоин не сможет пробить эту сетку и пойдет дальше вниз. То есть корректироваться куда-то к более уже серьезным значением, если взять вот это все, весь этот рост хотя бы. Думаю, пока даже до 0.23 FIBA не дошли. То есть тут, ну можно не брать эту тень, ладно, хорошо. Все равно 0.23 FIBA, 0.38, еще 0.5, она ждет 0.61,8. То есть 32 тысячи за биток вообще, почему бы и нет. То есть в этом плане, да, все выглядит шартово. Плюс Candle Wave говорит нам Cell. Candle Wave дневной загорелся Cell. Это тоже медвежий сигнал. То, что в долгую сейчас начинается коррекция, да. И на 4-х часовом Candle Wave тоже пока говорит продавать. Но есть и другие наблюдения. Посмотрите, вот это все напоминает uptrend. И RSI находится у нас с вами уже в сильной разгрузке. Посмотрите, куда он сходил. Как вот здесь. Ну не как вот здесь, конечно, но как вот здесь. И как вот здесь. Вот, потом смотрите, зеленая точка, зеленая точка, зеленая точка. То есть индикаторы говорят нам о том, что все, рынок разгрузился. Сейчас будет отскок от этой трендовой. А по TRDR у нас более-менее старших таймфреймах. На 4-х часовике. Ссылки на Candle Wave и TRDR, кстати, в описании одни из первых. Проверьте и добавьте себе эти платформы. Они очень полезные. На TRDR у нас образовывается с вами новый коридор. Обратите внимание, вот здесь были сильные покупки, здесь были сильные продажи. Вот такой вот новый коридор цены, потенциально, который мы увидим сейчас. Потому что сложно пробить им как и вот эту поддержку, так и вот это сопротивление. Как вы можете видеть. На 6-часовом таймфрейме тоже этот сигнал есть. На 8-ми, на 12-ти пока нет. То есть все-таки здесь есть, конечно, небольшой перевес продавца вот отсюда. Поэтому смотрите, могут еще опустить ниже, тогда мы этот коридор дорисуем. Но пока, в целом, вот если мы отскакиваем сейчас, то неплохой диапазон для флета. Ну, по 41 покупай, грубо говоря, по 43, по 44 разгружай. Возможно, что мы проходим еще внутри этого канала. Может быть, сузим как-то этот боковик перед тем, как пробиться из него вверх или вниз. Напишите свой комментарий внизу, как вы считаете поведет себя цена в ближайшее время. И что будет с альткоинами, конечно же. Потому что, смотрите, биткоин, ну да, уже тут, я думаю, слепой только не видит. И глупо отрицать, что биткоин находится в параболической фазе, в фазе параболического закругления. Опять же, такие фазы не гарантируют нам того, что он будет бесконечно лететь вверх. Наоборот, они нам гарантируют, что он обязательно скоро, это движение, охладится. Даже если сейчас будет еще одна памп-волна, то она потом обязательно в какой-то момент через более длительный боковик или нисходящий, или дампы пробьет эту параболу. Потому что, если параболу не пробить, то она будет загибаться назад. Вот и все. Поэтому здесь, с этой точки зрения, надо понимать, что, конечно же, да, нас ждет, скорее всего, еще что-то вот такое. Или что-то вот такое. Но волатильность какая-то выше и ниже этих значений, она прям напрашивается. Как минимум выше. То есть, приоритет выше сейчас, когда мы в параболическом росте. А по альткоинам, что мы можем с вами видеть? Что они уже, многие, обгоняют биткоин. За последние 90 дней мы видим, что большинство альткоинов сильно обгоняют биткоин. Поэтому, да, поэтому давайте глянем какие-нибудь имена. Потому что, если вот это окажется тренд, сейчас и мы отскочим, ребята, то будьте здрасте. Давайте начнем с Атома, по которому я открыл Inverse Long на бирже MEXC. Кстати, офигительная биржа, которая не парит вас еще с KYC и с самыми низкими комиссиями. Так что регистрируйтесь по ссылке на MEXC, если еще не зарегано, ссылка в описании. И вот именно на этой бирже вы можете Атом и Stellar и другие монеты еще в CoinM, вот эти, которые есть, Cardano, XRP, ETH, Bitok, можно класть под обеспечение и в них же стоять в лонгах, ну или в шортах. То есть, короче, в чем прикол Inverse, что вы можете получать прибыль прямо в этих же монетах, а не в USDT. Для меня это очень удобно, вот я торгую сейчас здесь Атом, XLM, плавно разгружаю, догружаю, по Атому уже забрал часть прибыли, вывел, перевел куда-то уже, не помню. В общем, торгую дальше, разгоняю, хочу сделать так, чтобы торговать уже не телом депозита, а только чистой прибылью. Следите за этими сделками обязательно. И будьте подписаны к нам в Telegram еще обязательно также, ссылка на правильный Telegram в описании. Там есть канал и чат, и в чате нужно обязательно пройти капчу бота. Многие говорят, что их забанили, на самом деле вас не забанили, вы просто не прошли бота в самом начале, нужно ему ответить на пару вопросов. Вот, также на нашей любимой бирже Bybit я значительно разгрузил позиции, частично мне их ликвиднуло, я вчера говорил об этом, но я буду снова добирать. Накопленная прибыль есть, есть с чем работать, буду снова добирать в основном инверсные контракты, но и, наверное, Ethereum Classic, Dash и что-то еще на USDT. И подсказывайте, что? Полькодот у меня сейчас самый лучший лонг вообще был, вот я с него снял 2500 монет дотов. И все, еще держу и думаю, что он пойдет. Посмотрите, Dash точно от моей точки входа отбился, от последней, 32. Да, он может заколоть еще ниже, может, но в целом по нему ожидается сильный импульс наверх. Полькодот, соответственно, о котором чуть ранее начал говорить, тоже выглядит, посмотрите, очень побычи. Это все разворотная информация, это уже слабый продавец, не может ничего сделать, называется. И полькодот жду наверх, на самом деле, буду добирать еще полькодот. Просто приходится скидывать, когда видишь красные свечи, нужно часть скидывать, чтобы всю прибыль не съела. Вот, лайткоин, кстати, тоже сегодня зашевелился вон на 1%, по нему у меня как раз просадка снова. Снова просадка, но накопленная прибыль нормальная. Вот, как бы если у тебя накопленная прибыль 50 лайткоинов, ты можешь просадку и в 5, в 10 лайткоинов выдержать спокойно. Вот сейчас у меня просадка уже в 0.7. Я думаю, что надо добирать, я думаю, всех сейчас нагреют, посмотрите, как отскакиваем. Всех нагреют и победит макро. Победит макро таймфрейм, и мы просто улетим хотя бы какой-нибудь одной резкой свечой сразу в середину этого канала. Обратите внимание, кстати говоря, как мы резко обычно вылетаем из канала накопительного, и как мало времени мы проводим, грубо говоря, между зеленым и красным в бычьих рынках циклами. В медвежьих, да, в медвежьих мы долго от красного к зеленому идем, долго. Но в бычьих мы, как правило, резко взлетаем. Поэтому смотрите, не пропустите этот момент взлета. Похоже, что вот он начинается плюс-минус сейчас. В ближайшие полгода, год, что-то серьезное мы увидим. Так что да, а по альткоинам еще хотел бы отметить то, что улетело. Предостеречь, соответственно, что там более глубокие коррекции могут быть. АВАКС очень неплохо себя чувствовал на последнем проливе. Про него что-то не говорили мы давно, а зря. Поздравляю всех, кто взял АВАКС. Я тоже на спот немного его добирал, где-то вот там не буду продавать еще, хотя он несколько иксов уже выдал. Фьючерсов по нему не держал. Но вот по АВАКСу как раз и будет сейчас то, что я вам говорю. Уже парабола локальная. Как бы не говорю, что он дальше не пойдет. Но уже он локальную параболу, похоже, что дорисовывает. Насколько сильная будет последняя эта свеча верхняя, не знаю. Может он сейчас улетит на 100 долларов или сколько он там стоит. Вот, может и не улетит. Но суть в том, что вся вот эта зона уже будет зоной до набора для шорта краткосрочного. Если вы торгуете этим, то вас интересуют краткосрочные шорты. Если вы видите палку вверх и супер перегретую историю, уже отвержение, можете смело там заходить в шорт со стопом на одной из наших любимых бирж. Ссылки на которые в описании, как всегда. Но, не знаю, я бы пока в это не лез, потому что более глобальный авакс. Все еще достаточно дешевый. На дневке, вот, ну давайте посмотрим. На дневке, да, какой тут шорт, конечно. На дневке он, похоже, что идет переписывать свойлтам хай. Но, где у него тут есть, смотрите. Вот у него сильный уровень был сопротивления. Вот у него был уровень, где он стоял долго сопротивления. Вот мы сейчас его пробиваем. Вот у него еще был уровень, где он стоял, полка. Ну и вот, у него еще был уровень тоже дна и поддержки. Короче, какие-то вот эти вот уровни в 40, 50, 60 и 69, 70 долларов. Следующие ступеньки по аваксу, видимо, так что ли. Но он неплохо так с желтых точек развернулся на сайфере. Смотрите, сайфер тут сигналил. Сайфер отсигналил 4 желтые точки 4 раза на абсолютном дне этого авакса. 4 раза вам отсигналил сайфер китайский, VMC-шный. 4 раза он вам отсигналил это дно. Но я поздравляю всех тех, кто услышал это его или услышал в свое сердце и поверил, зашел в авакс. Уже неплохие иксы, согласитесь. Со дна до сих уже почти 5 иксов. Так что да, я думаю, что могут быть сильные сейчас, конечно, откаты от этих уровней куда-нибудь к сеточке AMA Ribbon. Но потом с продолжением игры наверх, на мой взгляд. И я думаю, что я тоже в авакс запрыгну на какой-нибудь коррекции. А вот с инжективом другая история абсолютно, посмотрите. С инжективом аккуратнее, как минимум. Он уже давно в перегретости. Ну, как давно, он может дольше там находиться. Но он, скажем так, явно не в перепроданности и не в средних значениях. Инжектив конкретно перепамплен. Поэтому, если вы хотите в него в лонг, как инвестор заходить, то, говорю вам, лучше делать это на... Когда он спустится на ретест своей вот этой зоны или сетки AMA Ribbon, которая может подтянется еще за ним, лучше ловить его вот в такие моменты, когда он отбивается от сетки. А еще лучше, когда он под ней, в медвежьем рынке, да, отбивается от него как от сопротивления. То есть, с этой точки зрения сейчас по инжективу, наоборот, скорее шорт-скальп надо набирать. Потому что двойная вершина и, ну, это может отыграть вниз. Ну, будьте осторожны, тут только начинается зеленый манифлоу. Он перед этим может и новый хай сделать на выносе ваших шортов. И вот уже от нового хая потенциального, я не знаю, где он будет, может 100 долларов, может там 80, вот оттуда уже будет 100-пудовый шорт, когда никто не будет верить. Короче, буду держать вас в курсе по инжекте, он может даже по шорчу чуть повыше. Так что обязательно проверьте, подписаны ли вы на наш телеграм-канал и на наш канал просто. Сейчас давайте через MNT к битку вернемся. MNT тоже, я жду коррекции, чтобы докупиться. Вот она уже происходит. Дневная сеточка AMA Ribbon, смотрим, где мы. Четырехчасовую мы уже пробили. Как по битку выглядим, отверглись и идем, уходим ниже. Недельный таймфрейт дайте. А, тут еще сетка не сформировалась. Вот на недельном сетка, вот она начинается, она где-то здесь. Вот сюда MNT куда-то, я думаю, не глупо и ждать в район 0.48. Хотя бы. С целью закупиться этим биржевым токеном Bybit. А кто не в курсе, MNT это BitDAO бывший. Это реально биржевой токен Bybit. На Femex тоже вышел токен PT, кстати. PT. Посмотрите, если не видели. Bitcoin Cash все еще удерживает район 230-228 долларов. Это очень сильный сигнал, потому что Bitcoin Cash стоит здесь и не собирается походу отваливать. Уже сколько он стоит. Поэтому, ребята, я вот это все воспринимаю как фазу аккумуляции. Вот это была аккумуляция, это реаккумуляция. По всем альтам, стопудовым, по битку, понимаете, по эфиру, по эфиру классику, по всему тому, что мы накапливали с вами и продолжаем накапливать. Я думаю, что будет очень-очень сильный рост рынка. Несмотря, то есть, опять же, я вас предупреждаю, что есть сигнал сел на дневке, может быть более глубокая коррекция. Несмотря на это, да, я верю в то, что будет. Ну, сильный рост, опять же, он может быть и после более глубокой коррекции, поэтому одно другому не противоречит. Сейчас, вот пока, вероятно, в моменте нас удерживают вот тут. Если сейчас здесь придет рыночный продавец и вынесут всех этих, ну, будем перестраиваться на новый сценарий, что летим куда-то вниз, там, на, не знаю, хотя бы на 30 с чем-то, да. Перестроимся на этот сценарий, будем готовы к этому, подвинем стопы, там, рассчитаем обеспечение, переделаем потом это самое, параболу экспонентов, в конце концов, так как она будет более логична. Но в этом и есть весь трейдинг, в этом весь теханализ. Вам никто не скажет точно наверняка, куда пойдет цена и в какой залетать щиток. Это скорее вас только сосками от 100% и заберут все деньги. Поэтому думайте своей головой. Спасибо, что смотрите нас. Все ссылочки в описании нужные вы найдете. Также там офигенные P2P обменники, WebMyCash, попробуйте. Очень быстро приходят деньги на карту и наоборот. Ну и что еще? Лучшие биржи. Вот в данном случае рекомендую на MEXC обязательно зарегистрироваться по ссылке. Там будут бонусы, аирдропы. И там очень удобно без KYC торговать, как на байбите, любыми инверсами, даже другими инверсами. Вот. Ну и, конечно же, байбит. И биржевой токен на FEMIX, кто заинтересовался. Всем профитролей. Удачи в торговле. Держим в голове коридор цены. Сейчас в телеге напишу. Новый коридор цены 40500, 44500. И до следующей встречи. Пока. А, Injective тоже аккуратнее. Injective улетел просто в космос. Аккуратнее. Субтитры создавал DimaTorzok